Всем привет! С вами снова Сережа Ламзин на канале Win Condition. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты, вот это все. А с вами очередное видео про коллекционирование в магии. Мы в магию играем, собираем, коллекционируем, радуемся картинкам. И вот очередной выпуск, на который я привез вам один из своих альбомов с коллекцией показать. Это моя коллекция базовых земель. В этом альбоме земли, картинки которых мне очень нравятся или с которыми у меня что-то связано. Я решил собрать для начала все земли тех выпусков магии, когда я начинал играть, то есть примерно 98-й год и вокруг него. Мне очень хотелось иметь бету, второй выпуск магии. Ну и дальше вы увидите просто здоровские классные картинки базовых земель за всю историю игры, которые мне очень нравятся. Они все в этом альбоме. Ну, давайте приступим. Итак, на первой странице нас с вами ждет портал. Вот этот вот лес и, пожалуй, вот этот лес. Это, наверное, мои одни из самых любимых лесов и вообще картинок в магии. Квентин Хувер. Как вы, наверное, заметили, эти земли не английские. Я очень люблю не английские карты. Если можно корейские, то я ищу старую Корею, вы ее там дальше увидите. На первой странице, значит, портал. Старые художники. Хувер, к сожалению, уже ушел. Роб Александр и Овон рисуют до сих пор. Наверное, все олды помнят вот эту вот картинку. Мне кажется, из островов она из самых известных и самых старых. Вот я в школе, например, помню, я очень любил эту картинку. И для своей игры я даже, собственно, для колод, где у меня синий цвет, моно-синий, я нашел из шестой редакции, вы там тоже дальше увидите, по-моему, около 30 таких островов белобордерных, но считается белоборд. Хочу теперь их подписать у Овон. Здесь вы, собственно, видите продолжение портала. Ну и вот это, это бета. Второй выпуск магии. Напомню, что у Альфы у нее вот так вот обрезаны края. Немножко иначе, чем у всей остальной магии. У беты уже края обрезаны так же, как у остальной магии. Во всем остальном они совершенно неотличимы. Альфа и бета. Они в хорошем все состоянии. Специальный скал их собирал полную коллекцию. Это самые первые картинки базовых земель. То есть, соответственно, в Альфе, в Бете, в Анлиме и дальше в Ревайзде. Вот все картинки, вот, собственно, они были вот такие, как здесь. Вот продолжение Альфы. А вот эти две земли, это такой интересный эффект. Это называется блёр. Когда пятно, когда печатает принтер, лист карт, и расползается пятно либо краски, либо где-то какой-то засвет происходит, происходит вот такое пятно. Это называется блёр. И найти карты одного и того же блёра крайне трудно. Вы представляете, да? Они разошлись по всему миру в разных бустерах. И один мой товарищ нашел одну карту, я нашел вторую карту. Мы с ним встретились друг к другу, друг с другом соединили и поняли, что это из одного и того же блёра. Я у него купил её. И вот, соответственно, они у меня здесь вдвоём лежат. Теперь, собственно, посмотрим, что перед нами. Вот видите, корейские карты. Это пятая редакция. Обожаю её. Белый борт. Потрясающий город Овона. Невероятные поля от Пэты Морриси, которые складываются в панораму. Красивые болота такие мрачные. Вот здесь продолжение леса и острова. В пятой редакции картинки её больше в номерных изданиях не повторялись. Были там в Дэкмастерсах, были ещё где-то, но больше не повторялись. А вот это шестая редакция. На рубеже пятой, шестой редакции я как раз начал играть, поэтому я и решил собрать. Вот она, шестая редакция. Как видите, базики повторяют какие-то местами из портала, какие-то более там старые, какие-то из пятёрки, из четвёрки. Это идёт ещё один портал. Вот он. Ну, тут опять, собственно, мы видим Овона. Мы видим художника с ником Ромос. Ну и, конечно, очень известные поля Дугласа Шулера. Тоже, если кто-то из вас играл в детстве в портал, не удивлюсь, если вы играли одним из этих полей. Что же у нас здесь? Ну, конечно, Урза Сага. Один из самых сильных блоков магии. Многие люди считают, что вообще самый сильный. 98-й год. Одни из самых известных старых базиков, и поэтому, конечно, они у меня корейские. Посмотрите эти поля, как будто серо-санктум от Александра. Эти унылые болота от Овона, эти ярко-красные горы от него, и совершенно сумасшедшие леса от Энтони Вотерса. Энтони рассказывал мне, как он их рисовал. У него там было такое вдохновение, и он нарисовал целое панно из них. Потом просто нарезал кусочки, и у него получались разные картинки. В интернете можно найти, собственно, остальные картинки, которые были из его панно, которые не вошли в карты. Вот тоже известные Саговские острова. Опять же, Алды, которые играют, они помнят хорошо их. Вот это. Это карты, подготовленные для подписи к Тому Ванерстанду. Как я рассказывал в одном из прошлых видео, он много лет не подписывает карты магии, но мы, я надеюсь, его уломаем снова, начать их подписывать. Это специально подготовил свои любимые поля от него, и надеюсь, что он мне их отпишет, когда он снова начнет подписывать. Это уже идут новые карты. Как вы видите, новый борт. Но, несмотря на то, что карты новые, художники старые. Это земли, появившиеся изначально в Камандре, которые рисовала старая школа. Вот это Марк Пул. И тут, видите, везде тема комета. А вот это, это Кев Волкер. Кев Волкер вообще довольно редко рисует базовые земли. Но, на мой взгляд, редко, но очень-очень метко, да. И вот я тут собрал их, потому что мне очень нравится, как художники старой школы рисуют для современной магии. Это у нас Ребека. Как видите, одни и те же. В портале они были нефайловые. В Шоу Дауне они были файловые. И вот у меня есть, собственно, их коллекция файловых и нефайловых. Вам, кстати, какие больше, наверное, карты? Файловые или нефайловые? Я вот не могу определиться, если честно. У Ребекки мне, конечно, очень нравится ее вот этот акварельный стиль. И вот здесь, мне кажется, оно очень здорово представлено. Вот мне очень нравится вот эта мрачная луна, мне нравится вот эта гора вдалеке. Ну и, конечно, вот это дерево, прям такое эльфийское настоящее дерево от Ребекки. Вспоминаются ее эльфы. Внизу вы видите азиатский опак, довольно редкие земли. Это был выпуск магии, когда выходили карточки, базовые земли со всякими интересными видами с нашей планеты Земля. И это виды из Азии и океании. Вот, кстати, тоже земля от Ребекки. Наверное, моя любимая здесь, это, наверное, вот это вот поле с кенгуру, которое презентует Австралию. Именно поэтому я у Макнила ее подписал. Впрочем, остальные, конечно же, тоже очень-очень не нравятся. Что у нас здесь? Ха-ха! Здесь у нас снежные земли. Как видите, коллекция немножко неполная, потому что всеми я играю. То есть это, смотрите, это идет старые снежные земли. Напомню, они в Ice Age появились. Это Cold Snap. Это продолжение Ice Age, выпущенное больше чем через 10 лет. И это вот только что появившиеся базовые земли из горизонтов модерна. Я вскрыл немецкий дисплей горизонтов модерна, потому что мне очень нужен был Урза. Я его, кстати, там вскрыл. Ну и вот базики я себе оставил в коллекцию. Тут, соответственно, не хватает острова, как вы видите. Он у меня в колоде. И вот тоже вот эти все карты, они тоже у меня все в колоде. Ну вот какие-то у меня есть лишние. Я поэтому их положил. Алды, наверное, всплакнут, увидев эту страницу. Ну, давайте смотреть. Давайте начнем с нижнего уровня. Значит, нижний уровень — это самые первые полноформатные земли в магии из первого ансета. Как вы видите, все, кроме одной, они подписаны. Собственно, не хватает Тома Венерстанда, о котором я говорил. Это одна из причин, почему мне так хочется, чтобы он снова стал подписывать карточки, потому что мне очень хочется подписать у него эту гуру. Что же вот это такое? Это белоборзерные земли, которые мало отличены от белоборзерных земель из Revised. Это Summer Magic. Это один из самых редких выпусков земель за всю историю магии. Дело в том, что Summer опечатался в 1994 году, когда они напечатали Unlim. Он показался им очень блеклым, некрасивым, и они решили как-то что-то больше сделать, поэкспериментировать. Потом они взяли Revised, и Revised у них тоже получился довольно блеклый. И они решили сделать новый выпуск Revised, который они решили сделать более темным. Но он у них получился совсем темным, он им совершенно не понравился, и они уничтожили всю партию, кроме двух коробок. Одна из которых ушла в Англию, другая, которая ушла в Штаты. Во всем мире есть всего две коробки этого выпуска Summer Magic. То есть роров там по 11 штук, а базовых земель они в слоте Камана. Их, по-моему, по 380 или по 400 штук. И это считается одним из самых редких базовых земель за всю историю магии. И моя мечта давняя была иметь по одной каждого вида. Начал я с леса. Темочка, привет! Он помог мне его найти. Дальше мне подарили поле. Я купил себе болото. Ну и, конечно, самый дорогой это остров. Я даже купил их два и один подарил. Ну и все это время я думал, ну гору-то я, конечно, успею себе купить. Она самая дешевая. Шли годы, она все дорожала, дорожала, дорожала. В этом году я подумал, что мечты должны сбываться. И вот, собственно, они сбылись. Я заказал себе гору, она скоро приедет. И будет лежать она вот здесь, собственно, пятая земля Summer Magic. Теперь осталось подумать, о чем мечтать дальше. А сверхний уровень — это гуру земли, которую нарисовала Тереза Нильсон в своем потрясающем, так называемом, градиентном стиле, как вы видите. Тоже считаются одни из самых редких, самых красивых по оформлению земель. Совершенно невероятные у них, конечно, картинки. Больше в магии нет таких картинок. Ну, впрочем, на Терезеных картинках вы можете их увидеть. Вот, собственно, они тоже все представлены. Одну мне подарили болото. Федя мне подарил, Федя, привет. Да, остальные я, в общем, когда-то сам себе покупал и менял за разные деньги. И вот Тереза встречался. Смог подписать благодаря Антону Котову всего один раз. И вот, собственно, он не подписал. Этих у меня еще не было. Но вот этот уровень, да, я хочу подписать весь. Summer я решил не трогать. Тем более, Christopher Rush уже ушел, к сожалению. Из этих тоже хочу вот последних написать. Вот такая страничка у меня от воспоминаний. Давайте смотреть, что здесь дальше. Так, ну здесь всякие разные альтерации, подписи. Давайте разбираться. Итак, как я уже говорил, два моих самых любимых леса. Шестое издание. И, видите, они подписаны Квентином Хувером. Он любил все время у него такая размашистая подпись. Он любил подписывать сбоку. К сожалению, он уже ушел, как я уже говорил. Один из моих любимых художников. Сказочные детские картинки из моего детства. Мечтал о них подписанных. Вот очень радуюсь, что они у меня есть. Цикл базовых земель из Unlimited от Christopher Rush. Еще его старая подпись. То есть это довольно старо подписанные карты. Значит, это альтерация, которую делала Эльвира. Конечно же, как еще можно поальтерить землю с такими чудесными цветами? Конечно же, под Ван Гог. И она нарисовала Тарис. Целостно выглядит, как будто, собственно, это одна картинка. Это тоже она альтерила. Я на этой картинке лез, собственно, она. Я всегда видел эту рожицу. И она, собственно, ее и подрисовала вместе с ручками. Ну и сделала такой вот красивый вязь здесь внутри. Что вот это такое? Это новый вид альтерации 21 века. Художники скальпелем срезают части карт и наклеивают на одну карту, чтобы получилась красивая композиция. Вот это состоит из трех разных карт. Это тоже из трех. Это тоже из трех. Это из четырех карт. Это все-таки новые альтерации. И, конечно, чтобы им играть на больших турнирах, вам нужно спрашивать о защищении у судьи. Мне хотелось иметь по одной земле каждого типа. И вот, собственно, у нее есть в альбоме. Ну, наверное, из всех этих мне очень нравится вот это. Она чем-то напоминает Пластелин колец, Гондор. И вот мне очень нравится, конечно, эта дорога, которая переходящая вот в этот город. Художник Кевин Альтеретт. Если вам интересно заказать у него такие альтерации, напишите мне. Я расскажу, как с ним связаться. Давайте листать дальше. Это совсем новые земли, шоу-дауны, гран-при. Очень мне понравились эти картинки. Это довольно новый художник из магии. А это сам Доната. Когда ему доверили рисовать базовые земли, он там вообще разошелся. Я видел оригиналы. Это огромные вообще такие панно, которые он потом сканил. Ну, сумасшедшие, я могу сказать. Они, конечно, выглядят. Жду их в новом исполнении уже без слова «грам-при», хотя мне довольно нравится. Это старые промо-земли времен Камигавы. Вы видите вот такие знаменитые их острова. Это все разные тоже. Были серии промо-земель. Вот этот дом Томпсон. Тогда они выходили в каждом выпуске. То есть тогда там был Равника, Миродин, Камигава. И они выходили-выходили. Вот это один из моих любимых выпусков. И я вот решил его заиметь себе весь. Ха! Это вообще этого года, как видите, мне не хватает. Мне нравятся эти новые картинки. Если у вас есть лишние картинки из этого... Я даже не знаю, Showdown это или вообще что это. Если у вас есть, можете прислать мне или поменяться со мной. Я буду очень рад. Что у нас здесь? Здесь у нас земли Эльдраина. И это сет базовой земли, которого нравится мне больше всего из всех последних редакций. Кстати, большинство этих файловых земель у меня благодаря Win Condition. Покупайте и заказывайте карты у них. Я вот именно так и делаю. Вот, собственно, это я искал и находил у них. Мне безумно нравятся эти картинки. Тут, конечно, есть два мега-мастера. Это Джон Эйвен и Марк Пул. Впрочем, вот этот лес и вот этот лес мне безумно нравятся. Тут, конечно, есть Говард Лайн, Волкан Бага. Невероятно красивые земли. Если бы я не был фанатом старой школы, я бы, конечно, был бы только земли Эльдраина. На этой странице мне безумно нравятся горы Бурбурана. Тут есть интересные красивые болота. В общем, мне кажется, что Эльдраин вообще как сет удался. Такой сказочный, замечательный. Ну и базовые земли у него просто отвал башки. Собрался файловый. Очень доволен. Видите, у меня есть несколько лишних. Если хотите, можем поменяться с вами. Так, что у нас здесь? Здесь у нас идут просто некоторые рандомные земли серии. Мне очень нравятся болота из М-20. Очень нравится вот этот остров. Я его больше никогда не видел до этого. Ну и, конечно, вот эти вот из Колодеши. Равнины такие. Я прямо представляю себе такой стимпанковский артефактный мир. И вот его такие спокойные, равнины. Вот от Овона этот замок вдалеке. Несмотря на то, что сейчас 2019 год, как будто это 1999 год. Мое детство. Вот напоминает мне эта картинка. Тут начинается коллекция моих мискатов. Мискаты — это карты с неправильной обрезкой. Когда с листа они выходят, их специальными либо ножницами, либо такими ножами нарезают. Если они неправильно нарезаны, получается такая неправильная обрезка карты. Это вообще брак. Обычно их выкидывают. Но есть сумасшедшие люди типа меня, которые на аукционах за большие деньги их покупают. И вы посмотрите, у меня есть довольно редкие, например, свамбы. Они, видите, складываются в одну панораму. То есть это с одного листа свамбы. Тоже, кстати, довольно редкая штука. Опять же, легальность их нужно спрашивать у судьи, легально или нет. Поэтому я на свои турниры, если я играю мискатами, ношу с собой запаску из обычных земель. Давайте смотреть дальше. На этой странице у нас с вами мискатнутый лес. Он один, потому что все остальные мискаты у меня в колоде, о которых я расскажу в следующих видео. Это мискатнутые поля. Наверное, тут самые интересные мискаты — это вот это и вот это. Такие прям сильные мискаты. Так определяется правило. Очень просто. По названию, видите, здесь написано поле. Поле, поэтому опять же считается, что это поле, но можно все время узнавать у судьи. Это мои острова. Да, вот это тоже остров, несмотря на то, что картинка болота. Они все стоят разные совершенно деньги, разную стоимость. Ищутся они довольно тяжело. Есть специальные группы на Фейсбуке. Если вам интересно мискаты себе самому, напишите мне. Я расскажу, как их доставать. Ну и остались горы. У меня их всего две. А мискатнутые довольно сильно. Почему-то так получилось, что красным цветом я не очень много играю. Ну, поэтому у меня всего две горы, но зато довольно классно. Вот, собственно, и такая у меня коллекция базовых земель. А что коллекционируете вы? Какими базовыми землями нравится играть вам? Напишите в комментариях. Ну и напишите, может быть, у вас тоже Бобров или второй позовут в гости, чтобы снять вашу коллекцию. Ну а на сегодня все. С вами был Сережа Ламзин. На таблике жесты как лохматый. Пишите письма мелким почеркам. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok